Добрый день. Пора Кеча, Бурлун. Меня зовут Кирилл Изместев, я сотрудник в САЛТ-СПО из города Киров, и тема моего доклада — «Свободное программное обеспечение как инструмент изучения и развития языков народов России». В докладе поднимается проблема распространения языков народов России и в инфрационном пространстве. Описывается опыт по локализации и созданию частично переведенной операционной системы Simple Linux с открытым исходным кодом на марийский язык. Как возникла идея? Я также состою в Кировском сообществе пользователей свободного программного обеспечения Киров Open Source Community. В нашем сообществе есть носитель марийского языка Андрей, он сейчас присутствует в этом зале. В ходе общения пришли к такой мысли, что язык предков забывать нельзя. Хочется, чтобы пользователи компьютеров видели надписи на родном языке, чтобы развивалось и внедрялось в массы подмножества языка, связанное с компьютерной тематикой. Если вы представитель малого народа России, использующий операционную систему с закрытым исходным кодом, то маловероятно, что вам удастся добиться перевода операционной системы на родной язык, потому что крупным корпорациям это неинтересно. Но благодаря открытости с помощью СПО-инструментов это возможно. Зачем вообще переводить компьютерные программы? В первую очередь компьютер — это важное устройство, которое мы используем повседневно. Во-вторых, это элемент языковой среды. Язык — основа идентичности народа. Для сохранения языка важно, чтобы он постоянно развивался и адаптировался к новым реалиям, чтобы в языке появлялись современные слова. Национальный состав населения Кировской области, к примеру, составляют русские татары, марийцы, удмурты, украинцы и другие национальности. Если в республике Мариэл надписи дублируются на русском и марийском языке, едя по городу, и носители языка ежедневно сталкиваются с марийским, то те, кто является носителем языка и переехал, например, в Кировскую область, ежедневно не сталкиваются с марийским языком и не пользуются им повседневной жизнью. Язык забывается. Хорошо, если надписи будут на компьютере ежедневно попадаться на глаза. В докладе я хотел бы рассказать о том, как перевести систему на свой язык, на примере марийского. Для реализации и демонстрации частичного перевода был выбран дистрибутив Simple Linux, так как в сообществе Kirov Open Source Community пользуемся этим дистрибутивом. У него открытый исходный код, он полностью бесплатен и свободен для распространения. В этом случае была поставлена цель наглядно показать вариант частичной локализации системы с имеющимся словарем компьютерных терминов, предоставленным Андреем Чемышевым. Он является марийским лингвистом и языковым активистом, сотрудником Марийского института языка литературы и истории. Также он создал словарь для проверки орфографии. Локализация начинается с добавления локали. Локаль — это набор параметров, определяющих оригинальные настройки пользовательского интерфейса, такие как язык, страна, часовой пояс, набор символов, формат вывода даты, времени, используемая денежная единица и прочее. Уже есть локаль для лугового марийского языка, чешского, татарского и некоторых других. Создан локаль для коми-языка. Планируется для горно-марийского языка. В перспективе есть лингвисты, заинтересованные, чтобы их язык тоже был в виде локали. На слайде приведен фрагмент содержимого файла локали — mhr.ru. Например, day — это дни недели, буквы в виде кодов-символов в формате Unicode, на языке для которого создается локаль. Переменно alang в системе хранится в указанных конструкционных файлах. Переменная language. Смысл в том, что можно в переменной задать не один язык, а два и более, перечислив их через двоеточие. В таком случае сначала будет проверяться, есть ли перевод для слова на марийском языке. Если он отсутствует, то будет проверяться перевод на русском языке. Народы России хорошо знают русский язык, а компьютерные термины на своем языке могут отсутствовать. Если в этом случае не будет перевода на родной язык, то это не только некритично, но и в отдельных случаях может быть даже плюсом. Например, когда мы говорим «открыть» на марийском «почаш», а «перезагрузить» принятого слова нет. Это дословно будет переводиться как «уэш-галташ» — повторно передать, что может не всегда быть понятно. Термины надо вводить постепенно. Так как ресурсы на перевод ограничены, перевести надо в первую очередь то, что пользователь чаще всего видит на экране. Как определить список этих надписей? Можно делать вручную или попробовать автоматически, чтобы выполнялось логирование при каждом переводе. Есть функция «getText» в коде, и в эту функцию передается строка на английском языке. Потом в зависимости от переменной language выполняется поиск таблиц, соответственно, на том языке, на котором надо эту надпись отобразить. Можно в эту функцию вставить запись в файл и собрать профиль. У каждого пользователя профиль будет свой, и список надписей, которые отображаются, можно получить некоторый усредненный список. В общем, эта попытка оказалась неудачна. Следующая идея будет пропатчить библиотеку GTK, чтобы в момент отображения пунктов меню происходило логирование. Так что фразы были подобраны ручным способом. Здесь на схеме описаны попытки организовать перевод. Пришли к ручному переводу. Также можно организовать автоматический перевод по словарю. Через веблейт на ресурсе webblade.marsu.ru на сайте Мориско-газадственного университета перевод планируется сделать силами студентов-филологов. Есть договоренность с университетом. Значит, проверка орфографии. Для проверки Мориско-орфографии в репозиторе CZIW собран пакет Hanspell MHR. Он работает с Mozilla Thunderbird и с LibreOffice. Результат вы видите на экране. Он определяет ошибки и подставляет варианты слов. Был собран пакет MariaCell. Значит, он содержит в себе частичные переводы системы. Его будем добавлять в дистрибутив. Также в пакете MateMenus и AdLinux Free Desktop меню в файле по Linguas добавлен MHR язык, создан файл по MHRPO и добавлен перевод пункта в главный меню на Мориский язык. Здесь мы видим в качестве примера SoundInVideo. По-мориски будет UG до видео. Grab. У него локализация несколько отличается. Выполнены в виде патча. Первый специфический для OS-Alt. Добавлены патчи для переводов пункта в главный меню на Мориский язык. И второй это общезначенный для разных дистрибутивов. Результат их применения видим на скриншоте. Часть надписей на Мориском языке, часть по-русски. Пакет Alterator SUS-Config. Добавлена раскладка клавиатуры с HM. Это общая для Мориского лугового и горного языка. В список языков первым добавлен MHR.ru, чтобы по умолчанию в системе был Мориский язык. Добавлены условия для корректной установки значения переменной Leng. Сборка образа. Сделаны изменения в пакете mk-image-profiles. В списке пакетов добавлен пакет с файлами Мориской локализации. Убран apt-индикатор, чтобы пользователь при тестировании образа сразу не обновил систему и перевод не слетел. В список языков добавлен MHR. В файле grab.mo исправление для корректного отображения языка, код которых состоит из трех символов. Так выглядит собранный образ, уже установленная система. Вот мы видим YouTube-видео. Вот здесь есть перевод. Для слова интернет на марийском языке в словаре не было этого перевода, оставили на русском. Так, были предоставлены флешки отдела маркетинга, базальт, СПО, и записан образ системы для распространения на праздники Пеледа и Шпайра в Ишкарале. И носители языка посмотрели частично переведенную систему, и у них были пожелания только дополнить этот перевод. А каких-то критических ошибок в переводе они не нашли. Для развития проекта хочется, чтобы люди, неравнодушные к своей национальной культуре, присоединились к процессу локализации. Также начата работа по коми-локализации. Словарь с проверкой коми-орфографии предоставлен коми-лингвистам, он юлав. И коми-локаль, КВРУ, предложена в AppStream и уже доступна в репозиторию CZIF для OESAlt. Спасибо за внимание. Тау. Можно? Всем Тау. Так, вопросы? Вопросы, пожалуйста. Можно на русском? Слушай, ну я так понимаю, что в итоге вы собрали отдельный специализированный образ, и пакеты, которые ты перечислял, я так и не понял, они попали в CZIF для того, чтобы из них уже в дальнейшем… Часть пакетов есть CZIF, часть пакетов будет дорабатываться так, чтобы они были удовлетворительно относительно CZIF оформлены. Тогда вопрос какой? Ну, в качестве развития, наверное, становится разумным включать как можно больше потенциальных языков, которые могли быть. Некоторые из них вполне себе, может быть, уже изначально доступны. У нас есть потребность включать какие-то языки, которые были бы интересны нашим партнерам. Вообще вся эта деятельность вокруг локализации, она в какой степени в этом плане тобой поддерживается, и в какой степени… Почему она не попадает в продуктовую историю? Я, по крайней мере, никогда ее не слышал. Как она вот связана с этим? Ну, сначала была идея продемонстрировать, что это возможно, получить обратную связь, отклик. То есть отклик да. И сейчас на конференции хочу озвучить, что работа начата, и в дальнейшем, чтобы это было уже по-хорошему оформлено, и в идеале попало в дистрибутивы ОСАЛЬТ. Можно пару слов сказать по этому поводу? Ну, чтобы в продакшн, надо, чтобы как минимум апт-динникатор не надо было отключать. Загадочная фраза для всех. Это обновление, где надо отключать. А, не надо отключать. Ну, здесь я пару слов просто хотел сказать. Это, конечно, очень здорово. Это, в общем, великое дело, на мой взгляд. Но есть одна проблема. Я, как человек, который занимался локализацией, тут еще коллега, мы с ним когда-то серьезно этим вопросом занимались. Основная проблема связана с отсутствием национальной компьютерной терминологии. И здесь, в общем, в свое время родилось такое решение, заимствование этой терминологии не из русского языка, а из языков близкой языковой группы, у которых уже подобная терминология сложилась. Ну, для финно-угорского, понятно. Вот в свое время при локализации на азербайджанский язык активно использовалась турецкая терминология компьютерная, которая у них к тому времени сложилась. Тут вот аналогичная ситуация. Если мы сейчас, этот процесс стронится, и это будет здорово, у нас эта проблема возникнет в полный рост. То есть надо смотреть, я вот не знаю, марийский у нас какой, финно-угорский? Да. Ну, может быть, у финнов или у венгров подсмотреть, они, я сколько слышал, вообще без переводчика друг друга, понимают. Может быть, терминология, потому что, ну, как-то, знаете, иметь марийскую операционную систему со словом интернет на русском языке, ну, наверное, есть какой-то финно-угорский аналог интернета, слово интернет. Нет, как ли вы раньше, да, в русских? Я бы, вот, не посмотрел бы. С финским-то уж, слава богу, все в порядке должно быть. Спасибо за предложение. Поэтому вот просто не хотелось бы, потому что я видел много подобных продуктов, их открываешь там на разных языках народов еще Советского Союза, а там файл, печать, там и так далее, особенно у тех народов, у которых кириллицы используются. Ну, вообще как-то, все-таки заимствование, это серьезная проблема, это вот университеты надо подключать, местные, так сказать, с языком, но заимствовать не из русского языка, вот я о чем, а все-таки из языков, близко языков и групп. Ну, я говорил в докладе обоснование, почему именно русский используется, потому что люди, которые будут пользоваться этой локализацией, они на территории России проживают, и для них русский язык, он более понятен, может быть, чем, может быть, финский. Ну, это такой вопрос, надо обсудить. А, кстати, вообще, вот пока я поднимаюсь, насколько сложный морийский язык, его знает Google Translate, его знает DPL, его кто-нибудь знает из нейросетей, они могут вообще помочь в переводе? И второй момент, то, что вы работаете с моффайлами, это в никаком смысле проблема, потому что там теряется контекст как-то, ну, там, окей, там, да, там, а на самом деле надо как-то контекст держать. Вы используете какие-то системы, которые уровнем выше, там, Transiflex или еще что-то, чтобы там тот, кто переводит, знал, в каком контексте там вот это слово используется? Есть? Ну, в смысле, в комментариях? Нет. Ну, там, да, вот там. Ну, просто всегда, когда там переводят моффайлы, обычно вот не используют какую-то систему выше, там как-то контекст часто, не знаю, сколько я сталкивался, именно теряется, этот человек не видит, что там происходит и переводит не тем словом. А вот смотрите, мне как-то в LibreOffice Calc нужно было сделать хитрые расчеты, вот, я полез в интернет, как их можно сделать, и там на английских форумах нашел какую-то функцию, и как ее можно использовать, вот, но проблема в том, что у меня LibreOffice Calc был русскоязычный, и все функции тоже писались на русском, и я очень долго не мог найти русскоязычный аналог этой функции, вот, а у вас такие проблемы возможны? Да, можно переключить, всегда язык приложения. Ну, вообще, какая-то проблема общая, да, там, почему люди не любили использовать вообще локализованный интерфейс, много продуктов, потому что там ничего нельзя погулить, по этим словам. Вот, эти слова, особенно если они придумались только что, их взяли финно-угорские группы, по ним, возможно, единственное, что найдут, это вот как раз обсуждение, какое слово включить, вот, этот перевод. Ну, это проблема известная, и с ней ничего нельзя сделать. Тут вопрос более философский, стоит ли вообще делить на кучу языков, или оставить один питон английский и русский матерный. Я, кстати, за второе. Вот, тут ничего нельзя сделать, просто надо смириться. Может быть, в этом как раз и есть смысл, что когда там английский вымрет по всему миру, вот, как раз из марийцев вырастет новое компьютерное, вот, это всё, и там... Добавление того, что вы только что сказали, был такой уж, если говорить о философии Александра... Ой, извиняюсь, Алексей Фёдорович Лосев, у него есть ряд статей, и он, в общем-то, предполагал, что язык и строй языка, он существенно связан с мышлением. Поэтому я практически уверен, что, например, если посмотреть со стороны, ну, например, славянских языков, то даже построение формальных логических систем, оно будет идти по-другому, чем, например, на языках, которые много унаследовали от латинского. Пример этого есть в истории, в частности, логические системы Станислава Лешневского, они существенно отличаются от систем... Да, 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 от расиловских. Аналитические, да, аналитические, это известная проблема. Соответственно, я допускаю и практически уверен, что особенности, например, в том числе и марийского языка, они могут иметь существенное значение в части, я бы так сказал, стиля мышления и в части того, что это может обогатить новыми возможностями, в том числе и программирования. Да, и, кстати, вот вопрос. А вы проверяли ваш дистрибутив на реальных марийцах, которые не знают русского, не знают ничего, а смогли ли они там справиться с этим всем? Да, да, мы ездили в Бешкарлу, и там реально марийцы, коренные жители, они смотрели. Да, вижу впервые, видишь ноутбук, отлично, это нравится. А у него есть ручка, чтобы крутиться, там подзаряжать, такие классные продукты были. И нейросети, вот вы не ответили вопрос, DPL, Google Translate, марийский, не, не знают, да? Почему бы не использовать, решить другую задачу, то есть сначала сделать какой-то корпус для нейросетей, а потом быстро поехать и перевести все остальное? Ну, такой момент. Слушай, у меня тут, я пока размышлял, возник такой вопрос. Вы пытались сделать решение, которое полностью дублирует переводы всех базовых функций. Мне кажется иногда, что загрузчики, в каких-то базовых системных вещах переводы, они скорее мешают и скорее не выглядят чем-то целостным. Может быть, дополнительные языки, которые российские, русские, которые в Российской Федерации имеются, стоит включать уже после установки или как отдельный компонент, который как раз-таки дополняет сам русский вариант дистрибутива. Вот изменить язык, например, на русском оставили, чтобы можно было переключить язык и настроить установить систему. Ну вот да, но только это вообще можно переносить, мне кажется, не на инсталлятор, не на какой-то системный функционал, а на то, что будет после установки доступно пользователю. Вот такой режим пользовательский переводить, это, мне кажется, могло бы дать больше возможностей для того, чтобы этим контролируемым образом сопровождать. То есть сначала поставить, а потом и ферстатом делать. Но это такая техническая вещь, я думаю. А то действительно мне нравится этот язык, жесткий диск, гыч. У меня недавно жесткий диск, гыч. Понимаю без перевода. Жесткий диск полностью гыч. Ну что, аплодисменты? Да, да, да.